МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортаже журналистов НТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Проблемы и новый ракурс золотопромышленной отрасли. Главные темы попали в обсуждение на совете представителей ведущих предприятий. У нас нету, будем говорить, геологов, маршридеров. Избирательный участок получил имя собственное. В торжественной обстановке открыта еще одна точка для голосования под флагом надежды. В этом открытии нам помогали дети. Это и есть наша надежда. Кастинг «Творить добро» в день выборов президента России позволит сформировать ядро лучших творческих коллективов города. На конкурс подано тысяча заявок. Таланты везде и во всем есть. Об этом и многом другом за 15 минут. У нас нету, будем говорить, геологов, маршридеров. Недропользователи сегодня говорили о проблемах. 168 колымских предприятий имеют лицензии на поиск, разведку и добычу драгоценных металлов. Последние пять лет самый острый дефицит – кадровый. Большинство работников – это граждане Российской Федерации, причем большая часть – это все-таки жители Магаданской области. Но имеющиеся трудовые ресурсы, они не позволяют развиваться нашим предприятиям, расти дальше. Поэтому приходится привлекать зарубежную рабочую силу. Пока мы без нее обойтись не можем. Несмотря на проблемы, Магаданской области удалось за три года подняться с пятого на второе место по объемам добычи золота. В 2017 году горники добыли на 5 тонн больше золота, чем годом раньше. Всего 33 тонны драгоценного металла. Новая высота в региональной истории. В 2018 году магаданские горники намерены установить новый рекорд. Они планируют добыть как минимум 37 тонн золота. Это на 4 тонны больше, чем в прошлом году. Первые шаги уже сделаны. В золотой копилке сейчас на 1000 килограммов золота больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В перспективе поднять еще выше планку добычи. Должны помочь техногенные россыпи. Во-первых, они расположены в освоенных районах, где проложены дороги и линии электропередач. Во-вторых, на них проведены первичные геолого-разведочные работы. В-третьих, в результате технического прогресса появились новые технологии. Принято решение о том, чтобы разрешить разведку техногенных россыпей при помощи опытно-промышленной разработки. Назвали по-другому, но, тем не менее, результат был достигнут. И это, будем так говорить, наша общая победа. В ближайшие пять лет объем добычи золота планируют поднять до 50 тонн в год. Горникам благоприятствует и ситуация на рынке драгоценных металлов. В этом году цена на золото выросла на 3% и составила 2400 рублей за грамму. Что в мире? А в мире события разные. Есть серьезные, есть прекрасные. В Магадане в 7-м технологическом лицее презентовали именной избирательный участок номер 14. Торжественное открытие прошло в связи с присвоением ему символичного имени Надежда. Это уже восьмой участок в Магадане, который будет носить собственное имя. Это молодежный, куваевский, пионер и другие. В открытии приняли участие студенты лицея. Они подготовили творческие номера и выставку изделий от модиста головных уборов. Здесь же инсталлировали фотозону, посвященную выборам президента. Здесь готовятся кадры для региона, кадры для будущей России. И с ними, конечно, связываем наши надежды в будущее. С ними мы связываем надежды города и региона. И очень символично, что этот избирательный участок будет теперь носить имя Надежда. Выборы президента России состоятся 18 марта. В этот день проведут флешмобы, конкурсы и выставки. На именном участке Надежда студенты лицея покажут мастер-класс по плетению косичек. Здесь же пройдет гастрономический фестиваль Колымского братства, где каждый избиратель сможет продегустировать блины, кондитерские изделия и рыбную продукцию от местных производителей. Городской кастинг для артистов собрал более 900 вокалистов, акробатов, модельеров и поваров. Это в три раза больше, чем ожидалось. Творческие коллективы выступят 18 марта на фестивале «Твори добро на всей земле», который посвящен году волонтера. В день выборов президента участников кастинга соберут на центральных площадках города. У них есть возможность исполнить номер в любом жанре. «Союз пенсионеров» первым подал заявку на участие в творческом состязании. 18 марта от них выступит группа из 20 человек. В этом году мы маловато подали в заявку, потому что это было внезапно неожиданно, не хотелось опоздать. Сначала было заявлено, что до 28 февраля, поэтому мы немножко поторопились. И сдали заявку всего на 20 человек, а могли бы и на 50. Организаторы фестиваля «Твори добро на всей земле» уже три раза продлевали прием заявок. Говорят, участников с каждым днем все больше не отказывают никому. Победители кастинга войдут в банк талантов. У них будет возможность выступить на праздниках, посвященных 65-летию Магаданской области и юбилею Магадана. Один из самых откровенных прямых эфиров мэра Магадана. В гостях у Авторадио подняты главные городские проблемы. В Магадане исполнили музыку весны. В программе 23 композиции великих классиков. Рыбалка – промежуточное звено между спортом и религией. Мобильный репортер снял приключения ценой почти в миллион рублей. Маршрут «Магадан-Балаган-Эталон» остается проблемным. После субботней метели дорога для проезда открыта только для высокопроходимых автомобилей. На самые сложные участки отправлена дополнительная снегоуборочная техника. Об этом сегодня на еженедельном брифинге рассказал губернатор Магаданской области. Он отметил, что остальные дороги, как федеральные, так и региональные, очищены. Трудностей нет. Поставил сегодня задачу вне зависимости от климатических условий. Безусловно, они у нас разные, бывают и экстремальные, как это было в этот раз. И эти участки нам известны, которые обычно составляют проблемы обеспечивать постоянное движение на этих дорогах. Также на брифинге Владимир Печеный анонсировал программу форума «Стратегия. Стабильность и развитие». Он пройдет во вторник, 13 марта, в спорткомплексе «Колымский». В плане – выставка-дегустация товаров местных производителей, церемония награждения знаком отличия за заслуги перед Магаданской областью, подписание соглашений с компаниями промышленной, финансовой и других отраслей. Сегодня в прямом эфире со слушателями Авторадио общался мэр Магадана Юрий Гришан. В течение часа ведущий успел задать больше 10 вопросов. Почти все из них имели отношение к проектам благоустройства. Сейчас план обновления города проходит завершающую шлифовку и утверждается с мэром. В конце мая коммунальные службы приступят к реализации одного из самых крупных и стратегически важных проектов – пешеходный Магадан. Предстоит уложить 16 тысяч тонн асфальта, то есть удержать темп ремонтных работ на уровне прошлого года. Начнут работы с 31-го квартала в районе Автотека – микрорайона «Звезда». Продолжат также реставрацию исторической плитки города – шестигранников. «Много плитки, которая была уложена в старые времена, и которая частично только потеряла свой товарный вид, треснула, поломалась в результате работы техники. Но за небольшие денежные средства ее можно восстановить, дозаказать вот эти элементы, и мы по-прежнему будем видеть город Магадан таким убранным, хорошим, привлекательным». В этом году строители восстановят в пешеходной зоне еще 30 лестниц. В центральной части города уложат новые пандусы для комфортных прогулок с колясками. Полная версия интервью – 13 марта в 20.25. От напряжения на сцене лопнула гитарная струна. Так рок-музыканты поздравили дам с Международным женским днем. Сыграны композиции собственного сочинения и каверы на известные произведения. В зале Дома культуры «Пионерной» собрались настоящие фанаты тяжелой музыки. Перед зрителями выступила молодая группа «Мисс». Коллективу меньше полугода, но они уже успели расположить к себе группу поклонников. Истинные ценители рок-музыки насладились игрой опытных исполнителей. «Назерн Лайнс», «Этернал Драма» и «Серафим Проджик» – последние на цене 8 лет. Некоторые пришли ради искусной игры их барабанщика. Все группы успели зарекомендовать себя на рок-площадках города, а игру некоторых судей отмечали победы в конкурсе «Золотая лестница». «Серафим Проджик» неоднократно завоевывал гран-при. В колледже искусств прошел отчетный концерт пианистов детской хоровой школы «Музыка как часть экологии жизни». Проект организовала для учеников Светлана Гордеева. В программе 23 композиции и великих классиков – Дибюси, Глиера, Рахманинова, Чайковского. Музыка «Весны» звучала в сольном исполнении, ансамбле и трио. Музыканты сами выбирали произведения по душе. Мастерство игры на клавишах показали 15 учеников Светланы Гордеевой с 1 по 8 класса. За учеников болеет, и поэтому ставят перед нами задачи, которые мы должны достигать. И с ее помощью это дается очень легко, и все складывается отлично. В этом году впервые все выступления дополнила интерактивная иллюстрация. Контратака команды Ягодинского округа удалась. Но первый период заканчивается всего за 12 минут со счетом 10-25. Впереди регион «Энерго». В этом составе сборная «Магадана» выступает два года. В нее входит медик, педагог, силовик, банковский работник. В рамках спартакиады трудящихся завершился чемпионат по волейболу. Последняя встреча женских команд сюрприза не преподнесла. Фаворит регион «Энерго» одержал победу в трех партиях подряд. Девочки немножко сломались. Немножко неуверенность в себе сыграла большую роль в данном проигрыше. Ну, физически, в принципе, команда готова. В чемпионате сборная «Магадана» регион «Энерго» не проиграла ни одной встречи. За ней первое место. На втором – Ягодная, на третьем – Амсукчанский округ. В спартакиаде трудящихся принимает участие около тысячи колымчан. Ее проводят по 17 видам спорта в течение всего года. Вот так, сегодня уже шестая машина. Приключения рыбаков уже мало кого удивляют. Недоумение вызывает настойчивость, с которой ежегодно люди наступают на одни и те же грабли. Все едут, как я не знаю, по лужам, пробили майну, и все как заводные в одну и ту же дырку ныряют. Спонсор рубрики «Магазин мастерок МТК-видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-9060. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона. Вот он, сульф ушел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин